Молодые следшие и самые досвеченные специалисты, а так само тех, кто только планует обладать этой интересной и складанной профессией. В Жлобинском районе проходит научно-методичный сбор следших из всей Гомельской области. Наш корреспондент Марина Джалая доведалась, что холодное у их працы и как новинки техники допомогают раскрывать самые складанные злочинства. Такие сборы проводятся два раза на год у каждой области, при необходимости частей. Все залежит от комплектования подразделения следших комитетом молодыми супрацовниками. В якости наставников – самые опытные специалисты. И надлумать не только складанные теоретичные моменты. В первую очередь алгоритм действия следших демонстрируют на практике. Мы стараемся привлекать наиболее опытных сотрудников следственных комитетов в качестве преподавателей, в качестве наставников, для того, чтобы они на месте под действием наших молодых сотрудников могли анализировать ошибки, подсказывать, как действовать в той или иной следственной ситуации, ну и как наиболее качественно проводить неотложные следственные действия, в частности, осмотры места происшествий, правильно изымать следы, для того, чтобы мы потом имели доказательную базу по уголовным делам. И полагаю, что это все приносит, безусловно, большую пользу. Для удельников подрихтовали тшатыры локации. Кожная пляцовка представляет криминальную ситуацию, у которой треба будет разобраться следшим. Предполагается, что здесь следователю поступает сообщение об обнаружении трупа. Следственная оперативная группа выбывает на место происшествия и видит труп человека. Рядом находятся пакетики, шприцы. И, соответственно, на данном учебном секторе следователи получат практические навыки работы непосредственно при поступлении сообщения об обнаружении трупа. Этот автомобиль студенты разглядают с великой текавостью. Ее наснашены усим необходимым для выездной работы. В распоражении есть шеи джип, различены на непроходные дороги. Для перемешания по воде мается надиманная лодка. У шамаданных следших сотни прелад. Арсеналу инструментов хопить, как собрать доказы с любого места злочинства. Есть какие-то новинки, которые в арсенале появились совсем недавно, но доказали свою эффективность? Из современного. Есть у нас фототехника современная для того, чтобы делать 3D-панорамные фотосъемки на месте происшествия. В данный момент это только перспективное направление. Такие практичные мероприемства мают великое значение для будущих юристов, которые бачат себя следшими. Романтизация этой профессии под вплывом детективных фильмов и сериалов беспречная. Не все разумеют, что для такой працы необходима не только добрая физичная подрихтовка, но и великая психологичная устойливость. На первых порах даже не представляют, какие трудности, какие испытания, собственно говоря, и какой уровень профессионализма у них должен присутствовать. И ответственность какая должна быть, и дисциплинированность. Вот к этому они еще не готовы на первых порах. И вот об этом мы с ними очень много беседуем, общаемся. А сегодняшнее вот это мероприятие, оно безусловно, да любой контакт с действующими сотрудниками, оно имеет и образовательное, и воспитательное все-таки определенное влияние. Олени, глядящие на все складанности, профессию следствия выбирают и девчины, и не шкадуют. В выборе профессии, естественно, я не разочаровалась. Я долго к этому шла, долго стремилась, целенаправленно шла. Такие мероприятия, они, конечно же, способствуют повышению профессионализма. Это непосредственно приобретаешь опыт в работе. В дальнейшем, естественно, легче, когда приезжаешь на какое-либо место происшествия, уже легче. В учебно-методичный сбор будет продолжиться пять дн. Для молодых следствий его выникам будет повышение теоретичной и практичной подрихтовки. Студенты смогут вызначиться с выбором юридичного на керунку. А керунство – оценить профессийный потенциал своих сегодняшних и будущих работников. Марина Джалая, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель» с Жлобинского района.